Здарова! Меня зовут Серж. Я... А лучше давайте я вам покажу. Так, ну тут мы с Костиком обычно сидим. Он, кстати, потом в выпуске ещё будет, так что не выключайте. Тут у нас небольшой кабинет, в котором мы пишем все выпуски, не только. А тут обычно Стас стоит и снимается в Дэсэс Хороша. Так какого хрена я сегодня тут? Давайте я вам попозже расскажу, а пока посмотрим видосичек. Левый ботинок прислал нам тут видосик про глупого стримера с Твича и его неуклюжую собаку. Если бы мой хозяин сказал, что терпеть не может Квинн, я бы тоже впрягся. Я уверен, что и вы со своим хозяином также сделали бы. Ну, против блокировки Телеграма вы же митинговать пошли. Стример этот тоже очень забавный бета-самец. Типа, ну серьезно, кто будет останавливаться, когда дядя Меркьюри очень отчетливо говорит «Не останавливай меня!» Хе-хе, так тебе и надо. Квинн ему не нравится. У твоей собаки, в отличие от тебя, есть музыкальный вкус. Возможно и просто вкус норм, но Стас тут так часто шутит про собак и азиатов, что я, наверное, остановлюсь вовремя. А вообще, уважайте своих животных и своевременно выводите их гулять. А то в них может проснуться женщина и она начнет ставить вам всякие разные ультиматумы. Дорогой, мы с тобой никуда вместе не ходим. Сидишь со своими стримами, вся посуда в доме грязная, придется бить монитор. Ахахаха, глупая собака. Ахахаха, стримеркачок. Давай ты лучше мне напишешь в комментариях, когда последний раз вставал из-за компа и забыл, что у тебя наушники на голове и смел нахрен все со стола. Так, сейчас я уйду из кадра, потому что хорошего понемножечку. Если вы вдруг хотите со мной провести еще немножко времени, то обязательно подписывайтесь на наш Твич. Там я реже со Стасом и Костиком играю во всякие игры. Чаще сам один это делаю. Да, так что ссылка в описании. Сейчас вместо меня придет Костик и допроведет выпуск. А потом мы вам расскажем, че вообще тут происходит. Пока-пока, я пошел. Эй, стой, 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 стой. Провода. Не, это хорошо. Она все сказала. Привет, я Костя Кудрявцев. Сценарист This is Хорошо уже на протяжении шести с половиной лет. И раз уж сегодня мы махнулись местами со Стасом, я выбрал видео, которое нравится мне. Что за черт, я просто взялся. Мими, что ты делаешь? Хорошо, Тим, слайд. Уверен, что это видео просто вырвано из контекста и у всего происходящего есть объяснение. И у того, что девочка кормит кошку макаронами в голову, а не в рот. И у того, что саму девочку кормят макаронами в алюминиевой миске. Да и у того, что кто-то пустил кошку в детскую клетку, в конце концов. Возможно, эта девочка апостол макаронного монстра и просто посвящает кошку в пастафарианство. А та, в свою очередь, либо уже познала дзен, либо реально потеряла волю к жизни. Потому что иначе я не могу объяснить, почему лицо девочки до сих пор не пущено на кожаные лоскутки. Просто месть! Это блюдо, которое нужно подавать холодным. Эта кошачья морда напоминает мне мое лицо, когда я пришел на встречу выпускников, а мне там начали лапшу на уши вешать. Идти в теле на голову складывать. Или знаете, когда... Когда девушка хочет, чтобы ты выглядел, как молодой Джастин Тимберлей. Ну вот, красавчик! А теперь давай крайнее ривер! Некоторые люди просто хотят видеть мир в огне. А котов под макаронами. А если и тебе нравятся гастрономические изыски, подписывайся на канал Джингл Джангл. Там у нас со Стасом есть шоу, Шпротоведа называется. В нем мы дегустируем шпроты, которые нам присылают подписчики. Ссылки, само собой, в описании. И это хорошо. В общем, мы подумали, что попробуем делать вот такие вот выпуски с разными ютуберами. То есть это будет не замена, а как дополнительный еще один выпуск в неделю. Просто в видении другого человека. Ну, сейчас вот этот вот выпуск не очень сильно отличался, потому что его делали люди, которые и так занимаются дисс хорошо. Считайте это такой рубрикой на канале. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Подписывайтесь на наш второй канал, Джингл Джангл. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на наш Twitch-канал, Фрустрим. Ссылка есть тоже в описании. А сиськи, они в конце.